Сам себе госавтоинспектор. Федеральные законодатели готовятся принять закон, упрощающий процедуру привлечения нарушителей ПДД к административной ответственности. Когда законопроект вступит в силу, достаточно будет лишь сфотографировать нарушение и отправить его при помощи специального приложения «Народный инспектор» прямо в ГАИ. Пока процедура более долгая, хотя, если иметь терпение, то и сейчас можно при помощи видео наказать автохама. Главное – соблюсти процедуру. Помимо того, что нужно зафиксировать нарушение, нужно, чтобы фотография либо видеозапись соответствовала определенным критериям. То есть, во-первых, на этих материалах должен быть хорошо различим государственный регистрационный знак для того, чтобы инспекторы поняли, кого привлекать к ответственности. Затем должно быть зафиксировано нарушение само. То есть, если это касается правил парковки, нужно зафиксировать и автомобиль, и знак, на фоне которого он стоит. После этого нужно обратиться с заявлением. Сделать это можно тремя способами. Либо принести заявление лично в подразделение госавтоинспекции. Подразделение госавтоинспекции, кстати, по месту, где было совершено нарушение. Второй способ – это подать заявление заказным письмом. И третий способ, наверное, он самый удобный – подать заявление в электронном виде через сайт государственной инспекции в разделе «Сервисы». Человека, сообщившего о нарушении, могут вызвать для допроса. По базам данных устанавливают предполагаемого нарушителя. Затем вызывают и его. Ищут дополнительных свидетелей. Все это занимает много времени, а по закону проштрафившегося можно привлечь к ответственности лишь в двухмесячный срок. Приложение поможет сократить время, но вполне может создать почву для ошибочных или заведомо ложных сообщений. Ведь даже беспристрастные автоматические средства фото-видеофиксации иногда ошибаются. А человек тем более. Пилотные регионы, где опробуют систему – Москва и Татарстан. Там подобная форма контроля на дорогах действует уже не первый год. Ивановские правозащитники в целом программу одобряют. Если лихач будет понимать, что большой брат следит за ним, нарушений станет меньше. Но есть свои «но». Часть общества посчитала, что живут по таким законам, а кто-то хочет эти законы обходить. А другие люди выявляют и привлекают их к ответственности. В этом нет ничего плохого. Но здесь еще касательно нарушений ПДД я уже неоднократно приходил к выводу, что люди нарушают правила дорожного движения из-за чего? Из-за того, что нет возможности их соблюдать. Зачастую негде припарковаться человеку. Вот построили вот здесь дом на 15 или 16 этажей, а парковочных мест там всего 10. Вот они будут приезжать, где им становиться? Ну, будут на газоне становиться, еще в каком-то месте. Другие будут это все фиксировать. Во многом приложение не отличается от того порядка, который существует сейчас. Обращения не будут анонимными. Для входа в систему обязательно авторизация. Каждое сообщение будут проверять и только после этого выносить решение. Но уже по опыту пилотных областей понятно, споров не избежать. Народного инспектора кое-где уже прозвали антинародным. Поживем – увидим.